Наконец-то власть и их хозяин, Славен и веселый, славен и весел наш милый Божий. Калятки для Рязанской области – обряды знаковые. Впервые их описали еще в конце позапрошлого века. Калядовщики ходили по дворам, поздравляли и славили Иисуса, требовали и получали дары. Фольклорный фестиваль «Вырезание городу, привечаем каляду» всю эту самобытность сохранил и даже приумножил. На сцену МКЦ вышли сразу 15 коллективов, причем в этот раз даже областных, готовились тщательно. Первое, наперво, это сохранение нашего традиционного нематериального наследия, нашей культуры, нашей русской народной культуры. Это первое. Второе – это привлечение как можно больше детей, которые бы занимались этим творчеством. Дальше большая просветительская работа. У нас сегодня есть и зрители, которые пришли и с большим вниманием и интересом смотрят за выступлением детей. Для Мурмина выступление на главной сцене Рязани уже большая победа. Свою программу накануне Рождества ребята из фольклорного ансамбля «Лада» репетировали с сентября и показывали только в Мурминской музыкальной школе. Дебют перед большой публикой получился достойным. Это наш второй выход на публику вообще у детей старших, а у кого-то вообще это дебют. Я, конечно же, очень сильно волновалась. Я думаю, что дети тоже. Все-таки публика, зал большой, сцена огромная в сравнении с нашей школой. Но я считаю, что наш дебют удачный. Тем временем в зрительном зале за выступающими очень внимательно наблюдал весь 14-й ряд. На нем расположились студенты художественного училища. И прямо во время выступления они фиксировали красочность народных костюмов и образов в графическом формате. Лучшие работы выставить здесь же, на специальной художественной выставке. По доброй традиции.